Друзья, приветствую всех! Конечно, это Охота на дичь, Михаил Швиттельман, я Наташа Влащенко опять с вами в эфире. Будем сегодня щупать за бока самую жирную, самую спелую дичь. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, Наташа. Ну вот, начну с того, что Машков, который, вы знаете, есть, вы же знаете, это замечательный роман Уальдо, портрет Даниэля Грея, это вот Путану. Он был такой красавчик когда-то, сейчас же он еще не старый мужчина, но просто совершенно какой-то колхозный тип вышел и сказал, что он готов вручить мандат Путину. Я подумала, что это месть природы за, так сказать, за вот такую жизнь. Для меня, конечно, большая честь получить, а затем передать удостоверение кандидата в президенты Российской Федерации Владимиру Владимировичу. А Путин анонсировал, да, новое наступление масштабное на Украину. Он сказал, что будем отодвигать линию фронта. И что-то там нес какую-то дичь про то, что мы не можем позволить, чтобы нашу территорию, так сказать, бомбили, запускали дроны. В том числе группу ветеранов и другие наши подразделения регулярных войск тем, что отодвигают противника от жизненно важных населенных пунктов Российской Федерации. И тут я поняла, что он спалился на двух вещах. Во-первых, он сказал, где они собираются наступать. И это явно Харьков в таких случаях, потому что он имел в виду Белгород. А во-вторых, что самое главное, это его ахиллесовая пята. Он боится развития событий на своей территории. Упс, вы заговорили про ахиллеса, и мне хотелось его уже вспомнить, но совершенно другое идиоматическое выражение. Проблема ахиллеса и черепахи. Вы помните, ахиллес никогда не догонит черепаху, как говорил Такежа Китана. Значит, дело в чем, что он, конечно, может отодвигать линию, но чем дальше он отодвигает, мы-то все равно будем стрелять. Поэтому чем дальше он отодвигает линию, тем больше ему придется продвигаться своими войсками. А он, когда продвигается своими войсками, он это называет как, как мы помним, завоевание. То есть он начинает считать, что это территория России теперь. А раз это территория России, ее снова обстрелят, ему снова надо двигаться вперед. Но ведь такой парадокс, ахиллеса и черепахи. Сколько бы Путин ни прошел, ему придется пройти еще столько же, чтобы отодвинуть наши войска от новых позиций. А тогда еще столько же, чтобы от новых. Но в рамках этих заявлений его на самом деле нового-то нет. Потому что на каком-то там Совете Федерации своем торжественном, он же прямо дословно, дословно говорил то же самое больше года назад. Дословно про то, что мы отодвигать, вот это все, вот прям все то же самое. Прямо мы отодвинем, пальчиками там, ручками махал и все показывал. Поэтому мы догадываемся, что он хочет наступать. Мы это знаем. Мы не собираемся этого позволять, насколько мы это можем. Мы тоже собираемся наступать, и он нам тоже не собирается это позволять. Поэтому заявление, ну куда уж там. А вот с портретами прямо Дырянов-Грейф развелось в России очень много. Вы заметили, что все, кто вот туда погрузились, ну так уже с башкой погрузились, я имею в виду. Такие, как Машков, у них же у всех меняются лица. Вы видели, что происходит? У Лаврова трудно узнать, да, уже как бы очертания лошади еще просматриваются, а человека уже нет. И сам Путин, вот уже многие заметили, я думаю, что если повязать ему эту косынку, получится бабушка классическая такая, сидящая на скамейке. По-моему, это заметили в России. Вот у меня сегодня серьезная совершенно мысль возникла. Она дикая. То есть дичь произведу сейчас я. Ну, в смысле, мы не стороннюю дичь рассмотрим. А у меня в голове возникла дикая мысль. Вот эти очереди за Надеждином навели на мысль меня, что россияне действительно вдруг увидели Путина. В смысле, им стало за него стыдно. Я уверен, что очередь за Надеждином, это очередь не против войны. Потому что они, кстати, большинство за войну, во-первых. У которых даже не за войну, то за оккупацию территорий украинских. Ну, подавляющее количество. Давайте, кто за то, чтобы в России вывести все войска с оккупированной территорией? Ну, один-два процента, может быть. Значит, нет, там почти-почти нет. Очень мало есть. Один-два-три процента, но не больше. А вот против Путина, похоже, стало много. Потому что я думаю, честно, что им стало стыдно. Потому что этот стыд, он не из головы, не от логики. Логикой-то им все объясняют, почему надо, почему Путин, почему нет другого варианта. Но они же его видят. Им же стыдно должно быть, что у них такой президент. Им стыдно, что он такой глупый, такой некрасивый стал, такой обрёвший, такой, ну, прям реально чушь несущий. А стыдно перед другими? Слушайте, ну, как сказать, наш президент в розыске, он детей воровал. Ну, стыдно же, стыдно становится. Я думаю, это подспудно, у них где-то стучится пепел этого. Пепел Путина стучится в их грудь, поэтому они выстроились в очередь за Надеждином против Путина. Мы ещё к Надежде на сегодня вернёмся, потому что там, так сказать, определённая часть уже объяснуется по этому поводу. Но я хотела ещё по поводу военных планов и завоеваний. Там уже в эфире у Попова, который очень любит сумасшедших, собирать у него там не менее, так сказать, одиозная толпа, чем у Соловьёва. Какой-то сумасшедший дядя рассказывал, что на Амстердам, мы сейчас покажем это видео, на Амстердам не надо нападать, потому что там кокаин, как он говорит, разбросан уже не в аптеках, а по углам. Поэтому, говорит, нам некогда бороться с их наркотрафиком. А вот нам нужно напасть на Францию, Италию, так как там сосредоточена вся европейская культура, и нам есть там что спасать, сказал он. Это удивительно, потому что их двуногий предводитель, который бабушка, утверждает, что на страну НАТО они нападать не собираются. И тем не менее у Попова рассказывает, собственно говоря, куда они собираются нападать. Нужно-ка на кого-то нападать для спасения. Я уже тоже говорил, это только две страны. Франция и Италия, где сосредоточены основные богатства европейской, западной, европейской, центральной европейской культуры. Вот там есть что спасать. Да, вот интересно, что они по качеству травы судят, по качеству кокаина, куда нападать, а куда не нападать. Мне это напоминает этот старый, чуть не сказал советский, но он не советский, конечно, анекдот. Ну, кокаин по углам даже мне понравилось, понимаете, валяется. Да, про то, что это самое, как там, мы прочитали ваше коммерческое предложение и решили закупить небольшую партию травы, которую вы курицы. Вот примерно такое. Кокаин по углам, да, это, знаете, это русская народная сказка колобок. Они какая нюхали-нюхали, нюхали-нюхали, а потом по углам замели, так сказать, и так далее. И слепили колобок, и покатились в Амстердам, да. Зачем им культура, я не знаю, чтобы разрушить, но они же талибы со временем, талибы Европы, да, так скажем. Русские это талибы Европы, очевидно. То есть они любую культуру уничтожат. Они, собственно, уничтожили тысячи объектов культурного наследия на территории Украины, снесли целые музеи, сожгли много картин. То, что не сожгли, все украли. Поэтому, если их цель поживиться, так сказать, в Италии, во Франции чем-то, ну, тогда еще ладно. Ну, тогда лучше нюхайте кокаином. Вы увидите такое небо, которое вам Ван Гог не придумает. Лучше возьмите Амстердам и унюхайтесь все. Чего вам этот Ван Гог? Небо в алмазах. Ну, пока они видят небо в алмазах, насколько я понимаю, над Санкт-Петербургом. Там наши дроны начали долетать довольно часто туда, и там, мне кажется, весело. Там звездное небо над головой и нравственно закон Путина внутри него. Это же для него такой сакральный город, поэтому... Там больше. Там, знаете, сакральность совершили сегодня мы, реально, я считаю. Потому что я сегодня с огромным наслаждением, как настоящий ленинградец, наблюдал вот эту сладкую картину. Камера уличная снимала крейсер «Аврора». Крейсер «Аврора» ночью и сняла, собственно, взрыв, который произвел наш беспилотник. Ну, там видео не видно, но звук взрыва. На камере снимающий «Аврору», понимаете? Меня в октябрят принимали. Вот иллюстрация к этой песне, что тебе снится крейсер «Аврора». Как раз украинские беспилотники им теперь снятся. Во-первых, теперь, да, как это... Что же не спится крейсер «Аврора» сейчас, когда дроны летят над Невой. Наш дрон реально сегодня прилетел уже не в какую-то там Ленинградскую область, а конкретно в центр города Санкт-Петербурга. Он ударил по заводу «Мазута». Это «Невский мазут». Три километра от Московского вокзала. Там, по-моему, километр от Невы. В таком духе буквально. То есть это все рядом. От «Авроры», кстати, не так близко, но прямо по центру города уже. По центру города мы лупим. Это уже прямо другой уровень. Но вы знаете, что я обрадовался этим кадром с «Авророй»? Мне же это напомнил залп «Авроры». Ночь. «Аврора». Да. Повсюду знаки. Михаил, повсюду знаки. Да вообще, слушайте, сегодня такой день. Сегодня такой день. Потому что как? Вот «Аврора», залп. Значит, «Мастер Маргарита» же. Ну, вот эта вся история с «Мастером Маргаритой». Наверняка вы что-нибудь про это захотите говорить. И Надеждин сегодня приходит в ЦИК сдавать эти подписи. Как бы это все не было действительно залпом «Авроры». Да, и сегодня, кстати, ночь шабаша. Но день ведьмы сегодня. 31 января – это ведьмин день, когда ведьмы, собственно говоря, в основном-то вся их активность, она сегодня. Ну, я не могу удержаться, еще не вернуться к Надеждину. Ну, потому что Соловьев всерьез взялся за Ходорковского и за Надеждина. Ну, во-первых, он обвинил Ходорковского в педофилии. Рассказал какой-то старый, очень старый фейк про то, что он куда-то ездил на какой-то остров Штейн, где там каких-то девочек заказывал и так далее. В 2002 году Ходорковский требовал себе девочку помоложе. Это, кстати, показывает вот все-то мерзкий разврат наших так называемых оппозиционеров. Ну, и угрожает все время Боря Надеждин. Говорит, Боря, ну что ж ты, гад, если ты хотел баллотироваться в президент, то надо было, но ты же активировал сетки Навального. Они же тебе помогали подписи собирать, а это уже террористическая деятельность. Тут вдруг решил стать кандидатом в президент, только не ясно от кого. Ну, окей. Только надо же подписи собирать. Начал собирать подписи, не получилось. В таком объеме, которым надо. Тут вдруг появляется, как я понимаю, сетка Навального, предлагает свои услуги. Ну, и так далее, и так далее. И он предупредил его, что это угроза, так сказать, ну, это измена Родине, как он сказал. Это не собирание подписей, это угроза Родине. Вот я прямо цитирую. Он сказал, что сетки Навального и все это под предводительством картежника Каца. Вы знаете, когда я смотрю на этого самого, на Соловьева, у меня был когда-то такой приятель-режиссер, который людей такого типа называл лапердосами. Что они могут нагло говорить, что попало, нести, и совершенно не смущаясь. Вот мне кажется, что он вот такой прям классический. Не просто пропагандист, а лапердос-пропагандист. Ведь почти все правда. Вы зря. Почти все правда. Да, про Ходорковского, конечно, вранье чистой воды. Понятно, что каких-то миллиардеров поймали на том, что они действительно там во главе с этим покойным ныне еще одним миллиардером занимались всякими грязными педофильскими делишками. Но педофилы это к российским десантникам. Это мы уже знаем. Это не к Ходорковскому. А мы знаем об их подвигах. Им обычно за это смотришь. Дали звание. Как там это называется у них? Гвардейская дивизия. Значит, педофилы. Мы же знаем это все. Потому что они в Украине делают. А вот Спарнадежда, правда, он действительно активировал. Я уж не знаю про Сетки Навального. Я просто не знаю, они есть там, нет, какие они. Но факт тот. Это же в стадии, что там кто-то от Сетки Навального собирает подписи. Факт, что он активировал в мозгах жителей России вот эту опцию. А давайте выберем кого-нибудь против Путина. Но это правда. Столько шло споров между Навальным и Кацин, тем же заочные споры, еще где-то о том, надо так лучше или сяк лучше. А какую тактику оппозиция выберет, помните, на выборах президента. Помните, да, этот спор? Или, например, была даже такая дискуссия на канале Дождь, где сидели вместе. Вот там был как раз Кацин, там был представитель фонда борьбы с коррупцией, там был Гуриев и там заочно был Ходорковский. И они спорили на канале Дождь, это было пару недель назад, о том, какую тактику выбрать на время выборов 17 марта. Но вы знаете, пока они спорили, народ выбрал. Народ их не спросил. Так вот выяснилось, что, к сожалению, это среди оппозиционеров много хороших, добрых, честных людей, но, как выяснилось, они не являются на сегодняшний день, я имею в виду, выехавших. Это же были выехавшие все оппозиционеры, не являются вождями российского народа. Это вот прям факт. Потому что российский народ взял вот тот, который против Путина, я имею в виду эту часть, естественно, взял и сказал, нам не интересно, что вы там обсуждаете на своем дожде. Вот мы пойдем ставить подписи. Люди вообще-то рискуют жизнью, когда ставят подписи. Люди вообще-то сдают свои персональные данные и подписываются я против Путина, я за Надеждина, я через сетку Навального сдал голоса. Вы же понимаете, что за такое сейчас вон в Беларуси до сих пор отлавливают и сажают тех, кто в 2020 году на митинг вышел. И в России сегодня, может, не отлавливают, а если не получится, они же как бы свою жизнь-то поставили уже, ставку они сделали, эти сто с лишним, под 200 тысяч человек. Если не получится у них сейчас свернуть Путина, то через год-два они будут сидеть все. Потому что все, вот списки есть. Это все на посадку. Это все на суд. И вот это смог активировать Надеждин, как ни странно. Почему странно? Потому что, ну, казалось бы, персонаж-то прям... Говорят, у него, да, персонаж никакой, но говорят, у него уже 10%. Это значит, что антирейтинг Путина очень высокий. Я верю. В это я верю, Наташа. Вот я... Меня осенило прям... Миша, я уверена, что они его не зарегистрируют. А вы что думаете? Это другой вопрос. Меня прям осенило, что на самом деле против войны люди не готовы идти, а против Путина готовы. Что это принципиальная разница. Вот. И что Путин им действительно уже стал личностно неприятен уж слишком многим. Ну, есть какие-то совсем там дум-дум, ну, понятно, у которых вообще нет никакой чувства на восприятии мира. Но тело-кохоть какое-то есть. Они, да. И тут как-то, знаете, все звезды вдруг срастаются. Вот этот Надеждин, вот эти очереди. И тут мастер Маргарита. Ну, правда, понимаете? Оно же все как-то... А говорим об этом. А вот вместе все. Вот вместе все это работает. Я бы снова мастера отложила на финал. Мы же всегда в финале с вами. А сейчас хочу еще немножко про портрет Дариана Грея. Вот это животное, не знаю, как по-другому назвать, человек от таких занятий, запреченный делмастер, господин Луговой, который в свое время убил вот этого как-нибудь большинка. Да, Литвиненко. Он начал целую кампанию против, как он говорит, инагентов. Он был инициатором, чтобы от закона, чтобы отнимать имущество. Теперь инициатор того, чтобы забирать имущество у родственников, за ним следить, смотреть, кто на кого что записал и так далее. И, как он говорит, любой, кто пытается нанести ущерб в своей родине, лишится всего и подохнет, как последняя собака. И вот когда я смотрю на его лицо, я просто зритель, сейчас мы покажем ролик, призываю всех последним на лицо этого человека. Если ты, собственно говоря, публично призываешь к тому, чтобы нарушить национальную безопасность нашей страны, то помимо того, что ты должен немножко посидеть в тюрьме, ты должен лишиться своей квартиры, своего дома, своих денег, любого другого имущества, которым ты вправе пользоваться. Это лицо вот этого, знаете, бабушка моя называла этих людей гицель, которые животных убивали, собак там, котов и так далее. Вот это лицо вот убийцы профессионального, понимаете? Он и есть убийца, это доказано судом, это уже не чьи-то домыслы, это британский суд постановил. Ему не выносили приговор, потому что это не был уголовный суд, это был суд слэш расследование, такой есть формат в Британии, когда дело признается, как это называется, общественно значимым, то может быть произведено расследование с целью определения обстоятельств дела. На этом настояли, на самом деле, кстати, я просто тогда вот рядом там, как говорится, сидел, два человека, Алек Гальдфарк, профессор, бывший директор фонда Сороса, и Марина Литвиненко, вот они вдвоем объединили усилия, собирали деньги на то, чтобы нанимали адвокатов, годами занимались, добивались этого расследования, но оно было проведено и было признано в качестве обстоятельств дела, что убил лично Литвиненко при помощи радиоактивного полония, лично в смысле Луговой убил Литвиненко при помощи радиоактивного полония. И вот сегодня этот самый убийца Луговой, который с тех пор депутат Государственной Думы Российской Федерации, то, что он идет там против каких-то там иноагентств, ну это как бы, что же от него еще ждать. Вот тут такой интересный был элемент, когда он вдруг заявил следующее, что про группу Би-2, что вот их сейчас выдадут нам из Таиланда, мы их здесь примем, как он сказал, и посадим в камеру, они будут теперь играть только ложками на мисках, я бы хотел при этом присутствовать. Во-первых, интересно, что человек хочет в камеру, сам прям хочет, видимо, ему страшно на улице жить, но представьте себе, что Таиланда бы это выдал. Вы знаете, просто пока мы с вами говорим, похоже, что все группы Би-2... Они улетели, они все улетели. ...что вы хотели в Израиль, но это же он, это же из-за Лугового, это из-за Лугового произошло. То есть российские дипломаты могли бы, может быть, у них был шанс додавить Таиланд. Потому что я думаю, что угрожали Таиланду тем, что отрежут от туризма российского и так далее. Но когда выступил убийца, у властей Таиланда не оставалось вариантов. В смысле, мы должны отдать убийце людей живых, но это нарушение любого гуманитарного права. Это под санкции попасть в Таиланду, просто реально за такое. Легко, как бы туда, в странные изгои. Поэтому такое лицо России, России принимающей, Россия говорит, вы хотите к нам вернуться, конечно, вам к Луговому. И он однозначит вообще инспектором по приему беженцев. Знаете, вот как бы кто сбежал, хочешь вернуться к Луговому, пройди проверочку у Лугового, чайку попей с Луговым, и сразу вперед, так сказать, вот ты снова на родине. Я должна сказать вам, Михаил, что история с Би-2, она не единична. Обратите внимание, что при помощи российских консулов в разных странах, не европейских, а вот Индонезия, Таиланд, еще там, да, начали загонять российских артистов, которые являются иноагентами. Не пустили на Бали, на Бали Галкина. Би-2, ну, чудом не попали в лапы только, да, потому что там российский консул, во-первых же российский консул настучал, вот, с чего все началось, да. Там же единственная их вина была в том, что у них была туристическая виза, они рабочие, все остальные документы были оформлены нормально. Обычный легкий штраф и все, но тут консул начал настаивать. И так они потом Руслана Белого выдворили откуда-то, тоже он иноагент. И это сейчас массовое явление. Такое ощущение, что Кремль дал просто, так сказать, задание не давать работать артистам, писателям, ну, вообще всем иноагентам в странах, где только возможно это сделать, чтобы они не зарабатывали. В России у них конфискуют, а тут им не дают работать. Так ведь не только. Смотрите, во-первых, да, там добавят уже сюда список Объединён Арабской Эмираты, откуда выдворили Боргенштерна, не дали ему там тоже работать. Да, в том числе. Да, но тут как-то, мне кажется, мы не понимаем, что хочет Кремль. Это вот не дать людям деньги зарабатывать, это вторая, третья задача. Хотят, чтобы вернулись и встали на колени. Не, 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 не. Есть настоящие, смотрите. Мы, давайте всю конструкцию сейчас соберём. Вот есть Бидвамер, Генштерн, Галкин и так далее. Они уехали из России, им не дают выступать, в России они не могут больше выступать, потому что они антипутинские, антивоенные, какие угодно. А тут получается, что эти люди, враги народа, выступать будут перед кем в Объединённых Арабских Эмиратах, в Таиланде и на Бали? Перед россиянами? Они же не перед беженцами будут выступать российскими, а перед россиянами, которые отдохнуть приехали. То есть получается, они полностью продолжают свою концертную деятельность именно перед россиянами. И россияне будут, получается, присутствовать на концерте и на агента, террориста, экстремиста и антивоенного деятеля. Слушайте, антивоенный рэп, антивоенные шутки Галкина, ничего себе. А для чего, называется, мы их тогда из страны-то выгоняли, получится. Они, получается, под вредоносное воздействие попадают. Это как советский человек в стриптиз сходил на Западе, считайте. Это же вот такого уровня ситуация-то. Советский человек не может, приехав в Америку, пойти на концерт Барышкина, Барышникова или там на матч с участием хоккеиста Могилиного, бежавшего из Советского Союза. Не может. Как это так? А Сыганова не сильно куда пошлешь все-таки или эту Чеченню все-таки? Вот. Поэтому в этом вредоносность этих людей. Они же приедут и, получается, будут свою гадить вот уже в уши, так сказать, честных россиян, искренних преданных фашистов русских, они будут гадить там на курортах дальнего зарубежья. Вот ведь как коварен враг-то оказался. Поэтому борьба с коварным врагом. Все остальное это уже приятные были бы для Российской Федерации бонусы. Кого-то убить, там, посадить в тюрьму. Это уже бонус-трек. Лишить там заработка. Но главное заградить россиян от вредоносного воздействия. Они же сказали Таиланду. Вот я уверен, что разговор был следующий между МИДом Россией и Таиландом. Смотрите, у вас выступают вот эти люди. А мы к вам, мы, Россия, отправляем наших туристов российских. А вы им даете слушать наших врагов. Поэтому либо вы к нам, значит, направляете наших врагов, либо мы перестаём отправлять наших туристов. Мы запретим летать, отменим полёт и спросите у Египта, как это было. Если для Египта в ВВП там российские туристы это 0.01% ВВП, то для Таиланда российские туристы это большой, ну это прям процент, 2-3, не знаю, ВВП. Вот. То есть это серьёзная потеря. Поэтому, я думаю, вот такой разговор сейчас. Ну и хочу обратить ваше внимание, внимание наших зрителей на то, что растёт очень, растёт на экранах антисемитизм. Если раньше в России делали хотя бы вид, то я тут через, так сказать, через раз вижу эти ролики про, как они говорят, еврейскую комарилью в Украине. Они уже забыли, так сказать, про нацистов, про всё. Вот сейчас разговоры про евреев и про еврейскую комарилью, это такие магистральные совершенно разговоры. Они всегда подгружают и ненависть к Израилю, и вообще всё, так сказать, весь процесс. Если бы крайне нет воды, то, что называется. Да, вы знаете, нашёлся в Израиле один человек, который это прям чётко услышал. Это бывший премьер-министр Яйр Лапид. За время нашей войны, полномасштабной, в Израиле сменилось три премьер-министра. Сейчас Нитаньягу, мы про него много слышали, он много раз уже был премьером. В начале войны был Нафтали Беннет, это вот тот, кто с пакетиком ездил к Путину в гости в Сочи. А посредине между ними два месяца был Яйр Лапид премьер-министром. Он сейчас глава оппозиции. И он выступил вчера с интервью, интересно, сказал, что мы не должны прощать Россию. Мы не должны прощать Россию. Но он, правда, не говорил про антисемитизм, он говорил про то, что она поддерживает Хамас, спонсирует Хамас и так далее. Но он же единственный человек, который осудил в своё время единственный, осудил геноцид в Буче, единственный из израильского правительства. Он был тогда министром иностранных дел. Единственный, кто вызвал к себе российского посла, когда Лавров стал впервые выступать с большими антисемитскими заявлениями. Поэтому вот один в Израиле нашёлся человек, который понимает, что в России выросло огромное антисемитское государство. А остальные пока ещё не поняли этого. Пока ещё не поняли. Хотя, вы знаете, перерастает, там интересно, на границе с Израилем же Россия разместила снова войска, подогнала границы, ну, границы голландским высотам, там, между сирийскими и израильскими войсками. И уже израильские СМИ всерьёз пишут о том, что придётся, скорее всего, воевать с российскими войсками, что Израиль к этому готов. Так что антисемитизм тоже по-другому не победить, не уничтожив российскую эту систему путинскую. Ну да, они, вот тут абсолютно право, с вами согласны, они сегодня талибы, вот эту роль играют в Европе, это безусловно. Ну и, конечно, мы же с вами в финале не можем не поговорить о культурке российской. Начну всё-таки с того, что на прошлой неделе горел театр сатиры, и это очень символично. Поскольку никакой сатиры, помните, как в фильме «Гараж»? Хорошо, вы занимаетесь профессией, которой нет. Зачем театр сатиры России где? Никакой сатиры больше нет. Ничего этого не надо. Теперь все театры в России действительно это цент реабилитации ветеранов СВО, потому что там Хабенский выводит на сцену этих с буквами «З». В театре сатиры это то же самое. Ну, про Богомола молчу, он вообще, так сказать, амбассадор. Вот поэтому все нормально. Мне только, ну, я думаю, как хорошо, что интуиция не подвела Шорринта, и он вовремя ушел. В конце 21-го года покинул эти вожделенные, так сказать, пенаты. Ну, сатиры, да, сатиры бесполезны в это время, мне кажется. Я там, вот шутить внутри России про Россию невозможно. Мы здесь можем шутить, потому что это как вот, как украиньи во время войны могли поднимать боевой дух советских людей, шутя над Гитлером. Это было нормально. Но мне кажется, что люди, сидевшие в концлагере в этот момент, не могли шутить над Гитлером и делать стенгазеты. Как бы это было бы неуместно. Они хотели Гитлера уничтожить, но не шутить над ним. Вот сейчас российский режим, конечно, в этой стадии, когда не до шуток. Поэтому то, что сгорел театр, по крайней мере, горел театр сатиры, это символично. А потом, вы знаете, Москва же начинает гореть, начинает, тоже есть некий символизм, мне кажется, в этом. Ну, когда здание компартии начинает гореть, мы же знаем, когда горит квартирка, да? Булгаков все про это рассказал. И тут, наконец, мы дошли, всю программу обещали до Булгакова. Конечно, самая интересная история это история семьи режиссера. Вы знаете эту историю, вы ее читали, да? Да. Она фантастическая совершенно и совершенно булгаковская, Михаил. Может, вы расскажете, вы чудесно рассказываете нашим зрителям. Я уверена, что не все знают, кто такой вот этот Михаил Лакшин, да? Кажется, его фамилия, который снял новый сериал, который там еще больше, чем слово пацана, все обсуждают. Мастера Маргарита, говорят, что он... Я еще не смотрела, у меня уже есть ссылочка, но я еще не начала смотреть, но говорят, что он очень хороший этот фильм. И его же там пытаются запретить в России. Вот расскажи. Да, не совсем сериал, а все-таки фильм. Я вам спойлерить не буду. Вдруг вы не читали Мастера Маргариту, шутка, конечно, значит. Поэтому чего же там спойлерить, да. Вы знаете, вокруг вообще каста этого фильма, то есть подбора актеров, режиссера, просто истерика сейчас настоящая, причем она обоснованная. Что произошло? Значит, чтобы никого не спорить, вы же все, все знают всех персонажей. Так вот, все главные персонажи фильма, это либо антивоенные люди, либо вообще иностранцы, что страшно представить себе. Воланда играет немец, немецкий актер, причем даже не из ГДР, он родился в Западном Берлине, прошу заметить. В советское время, в том Западном Берлине родился немец, который играет в Воланда. Режиссер, его родители что-то вернулись в Советский Союз, как беженцы, приехали в Советский Союз. Как беженцы. Миша, они были членами коммунистической партии. Да. И говорили, что в Америке нет свободы слова, и они покидают Америку, они хотели под чужими там именами выехать, но в конце концов купили билеты, а американцы пожали плечами им след, и они с двумя детьми, с тремя детьми, в том числе и с этим Михаилом, если мне неизменно память, они выехали в Советский Союз. Чем все закончилось? Потрясающая история. Я знаю, что председателем Коммунистической партии США был тогда такой Гэс Холл. У нас все время по телевизору в программе «Время» говорилось председателем Коммунистической партии США Гэс Холл. Но я же ни одного американца-то живого в глаза не видел, естественно, живя в Советском Союзе, где я его мог увидеть. А впервые я увидел настоящего американца и начал с ним разговаривать в Израиле, когда приехал, и меня поселили в комнате в Кибуце с настоящим американцем и с англичанином. И сидим, мы разговариваем, выпиваем. А про что говорить советскому человеку и американцу? Ну, не про разрядку международной напряженности. Естественно, про коммунизм. Я говорю, ну, вот ваш Гэс Холл, например, считает и так далее. А что? Кто считает? Я говорю, Гэс Холл. Who is Гэс Холл? Я говорю, как? Председателем Коммунистической партии США. Разговор проходил на иврите, надо сказать. У него что? Кто? А у нас кибуса американцев было много. И мы пошли по комнатам, где живут американцы, но он же знал. Вот каждый заходил, ты знаешь, кто такой Гэс Холл? Нет. Мы не нашли американца, который знал. Мне было так обидно. Как? Я с детства за этого Гэса Холла, а они не знают, кто это такой. Вот. Поэтому, знаете, Наташа, я не знаю, чем закончилось пребывание семьи, так сказать, вот этого Михаила. Чем закончилось-то? Выгонали обратно, сбежали? Во времена, во времена перестройки вся семья вернулась в Америку назад. Все-таки они поняли, что в Америке как-то побольше свобода слова, но Михаил сюда ездит работать. И ему пришлось убедиться, что такое современная Россия и что такое свобода слова. Потому что сейчас говорят, но по фильму есть вопрос большой. Ну, смотрите, он снимал... Да. Да, снимал он все два продукта, там какие-то коньки и вот, значит, мастер Маргариту. И интересно, что, вот я говорю, в главных ролях, например, у них Цыганов играет мастера, а Цыганов, он антивоенный, абсолютно человек, это известно. Да, да, да. Я уже видела его, да. Да, Снегирь, это, по-моему, его жена, она, по-моему, ну, тоже, насколько я понимаю, уж точно не из путинских, да, вот. И Колокольников, который играет Коровьева, он вообще снимался в «Игры престолов», в Голливудском, в общем, по сути, актер-то, да. Вот. И, а при этом, вся вот эта, знаете, Шушера, все вот эти Лиходеевы и так далее, это как раз верные путинцы и сторонники войны. Это Марат Башаров, это, значит, Ермольник, это кто там еще у них там в этом списке-то. Сейчас уже остальных не вспомню. Но, в общем, там можно перечитать. Вот там человек пять сегодня выдали списочек, но это все вот эти мелкие тварюшки. Мелкие тварюшки, а, ну, вот этот Гуськов, вот, мелкие тварюшки, они играют всяких мелких негодяев. Просто как будто специально. Ведь никто же не планировал. Как будто специально. А в этом фильме, поверьте, спойлера сейчас не будет, в этом фильме есть явные провокации. Значит, фильм-то снимали пять лет, пять лет, но, например, фраза «А давайте заглянем в будущее в 30 декабря 2022 года». Понимаете, люди, которые снимали этот фильм, они знали уже, это уже было после того, как 30 декабря 2022 года россияне ракетами обстреливали нас, и вырубали нам электроэнергию, и так далее, и так далее. Те, кто этот фильм снимал, эту дату поставили, они знали, что они делают, да? Вот. Поэтому фильм полон всяких разных намеков. В общем, мне кажется, эта картина, так как она, весь этот роман, вообще, вот эта мистика, заметьте, связь Киева с Москвой, да, все-таки, Булгаков, человек, который родился в Киеве, умер в Москве. Я подумал, вообще, все вот такое, все, что рождается в Киеве, рано или позже. Я выступил, сказал, что это мерзость, которую нужно просто каленым, так сказать, железом выжигать. Позно, вы знаете, рукописи не горят, и фильмы тоже в этом смысле не горят, фильм «Мастера Маргарита». Его уже выпустили на большой экран. Это как выпустить Джина, как выпустить Надеждина, да? Его взяли и разрешили посмотреть за первый уикенд. Мне кажется, еще нет. 25-го числа вышел в прокат, за первый уикенд один миллион человек посмотрел уже в кинотеатрах. А это абсолютно антисоветчины. Абсолютно. То есть там, ну, во-первых, все это как будто происходит сейчас с путинским миром абсолютным, да, но миллион всяких отсылок. Нет, они не специально это делали. Это жизнь. Это сама жизнь этого романа, жизнь вот этого Булгакова, мне кажется, она туда вся впиталась и вот все это на свет произвела. Мне вообще будет интересно, ну, когда как рассказывают все время, что там Сталин звонил Булгакову, помните всю эту историю. Представляете, Путина, который позвонит, этому режиссеру в Америку, что там начнется вообще. Это будет интересно посмотреть. Ну, вот Путин, мне кажется, не позвонит. Путин. О! Да. Вот, вот в этом разница. Вы знаете, у меня только что, я выступал на канадском радио в Ванкувере, меня там спрашивают, скажите, а вот 37-й год уже наступил в России? Или там, я так говорю, ну, знаете, нет, наверное, потому что все-таки в 37-м году были миллионы сидящих, миллионы политзаключенных, а в России сейчас, ну, тысячи, или даже по подсчетам Акунина, там, тысяча политзаключенных, поэтому нет. И дальше я стал говорить, ну, все равно, набирает обороты, вдруг у меня пробило, говорю, но вы знаете, не наступит. 37-й год в России не наступит, потому что они слабые, они не Сталин, они не смогут, они не смогут это сделать, они не смогут посадить миллион человек, они не умеют, они не умехи, в отличие от Сталина, у них какие-то другие цели, а еще денежек заработать, они еще старые и глупые, а Сталин нет. Поэтому, и не позвонит поэтому, в отличие от Сталина. Вот ровно про это, да. Да, он же слабак, он же, как это, чушпан. Кому нужно позвонить? Кому нужно позвонить? Ну, что же, друзья мои, это была охота на дичь, Михаил Шетельман и я были с вами, отправляемся дальше охотиться, по-прежнему дичи вокруг завались. У нас, ну, только успевай стрелять. Спасибо большое, Михаил, до встречи, да, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok